Мы уже определили, да, по господинамической карте Оленина. Откуда? О, давай мы с вами, по-моему, на высоту господинамической карте. Мы молодцы, да. Оленек. Оленина из? Оленька. Оленька. Согласны все? Да. Тамбодская район была. Самая лучшая линия. Кто говорит на Баскерой? Усьянская. Усьянская? Да. Сейчас узнаете, разбирается. Но сегодня на ваших тарелках перед вами представлена Оленина от компании Терия, руководителем которого является Мария Константиновна Андреева. Аплодисменты. Скажите, пожалуйста, какого района сегодня привезли Аммина? Аплодисменты? Оленина из Оленинского улуса. Село Эй. Село Эй. Аплодисменты, самую северную госсеку. Нашей необъятной республики. Площадь Монуэ сторон составляет более 3 миллионов километров. Прежде чем Иван будет уже представлять свою дни, я бы хотела сначала еще раз спросить, ведь, проживаясь, честно, Александра, я очень сложно спросить, сколько лет уже разносит, с чего ты начал жить, как вы проживаете в этой профессии? Конечно, так. Двадцать. Повод уже двадцать лет. Чуть закончить в своем время. И конечно же, нас данный, как всегда, Да, вот, все времена, но в наших шефах, и на кинге, 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 и на кинге. Будет добавление нашего сливочного масла, и с скуком в шефах, в шефах это, по-любому, собирается листой, и мы едим каждый год, и добавляем кофе в блюда. Все начнем делать, вот, вот, рюмная, рюмная газа, и мы берем вот, грамм 150, наверное. Нет, 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 сковороду нельзя, вот, ну и вот, в середину ложим, наше масло, с календарником, 15, наверное. Ну и добавляем кофе в блюдах. Чтобы вот сама рюмная, она биетическая, и вот, смотрите, чтобы было, вот, конечно, знаете, чуть-чуть жирнее, да? Да, чуть-чуть жирнее. Да, чуть-чуть жирнее, может быть, вот так, по меня же главное. Потом, я сейчас добавлю, да? Не добавлю, да, где, у него встали, лучше меня встали меньше,較, да? Это такая вот сетка. Сетка, да, да. Она у нас в Катахстане, в Комплексе. Нет, нет. Да? Продукция Симона-Кастандера Мархиэск, в Комплексе имени Владимира Викторовича Кабокина, руководителем которого является его зять Денис Анатольевич Сауэстин. Ну, я. А, вдруг? Да. Вот так получается. Ну, никто не... Что видите, свинину может не доводить. Ну, и жарим его. Двух сторон. Можно в пунктах на 180 градусов, минут на 17-20. Алинина очень быстро готовится. Ну, и сейчас... Я... Как-то масло, я знаю. Алинина, у нас готовится? Алинина, у нас будет подаваться в горячих пути, поэтому я сейчас находитесь уже в трубку, в конкурентном. Немножко, пара минут. И, ребята наши, наши студенты, наше будущее, вам предоставят каждому спорту. Спасибо. Алинина, у нас вот, алинина какая-то просто, кто же визу, наше, что бы, кто организовал наш хозяйкам, чтобы они были готовы и заделены. Ну, сейчас у нас сезона холодная, то все, в нас, просто, где же я, вот, наверное, сейчас самое свежее, там все, вот, знаете, когда мы достанем и как бы ездим, и ездим, и ездим, и ездим, и ездим, и ездим. Ну, у нас же мы знаем, что есть дикое, да, дикое, да, дикое, и раньше у нас есть дикое. Ответ на этот вопрос я бы хотел спросить у поставщика, который предоставляет горожанам данное мясо. Все в отличие дикое оленино от домашней оленино, потому что на прилавках мы обычно видим оленино-бесо, или оленино-дикое, что это такое? Оленино-дикое это олень, который ходит с карпатами, и наоборот, очень вкус, мясо вкуснее, полезнее, это полностью, а оленино домашнее, а он может быть как кормы, всякими, другими какими-то продуктами, которые покупаются, как кормы, допустим, вот как кормы. Поэтому оленино-дикое более такое чистое, поэтому мы предлагаем, наоборот, часть оленино-дикую, чем домашнее. Уважаемые горожане, уважаемые гости, обратите внимание на прилавок. Если это дикое, то он кормится естественным путем, соответственно, это естественный вкус севера. А если домашнее, то человек добавляет добавочный корма, или капитакон, поэтому вкус немного будет отличаться. Уважаемые нюансы? В последнее время наши шефы начались очень активно использовать декабрию. Таким важным компонентом, как соус из наших растущих ягод. И для нас важно, чтобы наши единицы и сельхозпроизводители могли поставлять для ресторанов уже ягоду, как то, что варенье в таких объемах продукты, которые мы можем использовать на своих производственных машин. Потому что, если говорить о производителе, то сейчас мы видим, что это новый, но на кухне такое неслышно для нас невыгодно. И здесь важно задуматься над тем, как сделать так, что интересная переразовка стала доступна для сегмента холика. А это реально большие объемы, даже 10 метров и бедра. Упакованная продукция должна идти под теми. Чем-то мы на кухне можем использовать. И почему-то все пилотнички в океан наши производители пока еще не доразвили того, чтобы спасти отдельный сельхозпроизводительный паск в сегментах холики. То есть наш общий вид для них отдельная посольная площадка. Я думаю, стоит на это задуматься. Это большой и правда будет большой шаг для чудесных производителей. Но свою выживить в русской сфере наоборот. Большинство наших гостей прилетает с самолетом к нам, не будет. И, соответственно, большинство опланировочных таких гостей нужно унести в курсе с другим собой. Не имея багажа, видно, что необходимо наших производителей предоставлять, если жидкость меньше от 100 км. Это нахер кофе, что-то же местное. Это местное, ага, и так же вот маккопка наша, похож наше. Тоже, мы из них делали куле, далеко. Итак, наша оленина садится на подружку не как из картошек, которая произрастает в пригородицу для Илкутска. Наши эфиры. И так же вот наше микроизелье, которое у нас выращивали, что это на припевле. Это горошек. Молодой горошек. 10 лет назад я вообще не писала, как так, кожаные козлили, да, здесь в итоге выращивали, ну, 50. А сейчас очень много предпринимателей уже не выращивали. Хотя вы согласитесь, 7 лет назад, правда, в ту же пути, когда куле тяга подоставили оленину с брусничным соусом, Какой скатал был? Это было, казалось, что это невозможно, это не нужно использовать. И в ту же пути, а сейчас я думаю, что, как бы, вот, это вот чипсы. Что же было здесь? Чипольные чипсы, да? А добавление к свеклу? Свекла, да. Да, это свекла. Свекла может быть чипсами. Чипсы делаются не только из картошки. Теперь на ваших тарелках перед вами. Мастерство шефа, именно так, заключается в том, что из-за лишних продуктов, которые вы приняли на наших блядях, в ваших народах, в ваших руках и в кулинарных подачах. Итак, блюдо готово, и оно уже подается перед вами. Итак, встречаем еще раз блюдо оленина с обычным брусничным соусом от Ивана Решетникова, Шефу, от ресторана Седьмой Ивана. Местная оленина, местная картошка, местный морковь, брусника, свекла. Все на ваших коленях. Местное масло. Брусничный соус. Брусничный соус. Как же делается? Брусничный соус. Вы же, что масло сливочное, выжаритесь, потом добавляете бруснику, привискаете, бруснику, потом можно добавить водички. Водички с кархмалом, а где же делаете, добавляете с кархмалом. Водички с кархмалом, добавляете сахар, там вот тут зашипотка, соль, ну или, может быть, там зелы, в чем-нибудь. Один слив. Да. Да, и потом там скидя. Интересно, многокомпоненты брусничный соус от Ивана Решетникова. А то, что мы обычно брусничный соус, он состоит из трех компонентов. Это обычно брусника, горчица и негрюзкинёк. И сегодня бруснику предоставили нашим местным товаропроизводителям. С Богом, Терех. Антон Шиколаевна, да, субтитры.